Дорогие друзья, я вас приветствую и в этом видео хочу ответить на вопрос, который многих из вас интересует. Как и с чего началась моя любовь к голубям? Своё счастливое детство я провела с бабушкой. В сад я не ходила и целый день была с бабулей. Она меня кормила вкусным завтраком, вкусным ужином. Мама работала. Вечером с мамой тоже время проводили. Гуляли очень много с бабулей, да и с мамой. И у нас, как я думаю у многих, была радиоточка. И утром и вечером играло радио, мы слушали радио. И там однажды прозвучала песня, называется «Бедные голуби» Евгения Куликова. Я так прониклась текстом, словами этой песни и стала обращать внимание на голубей. Мне стало их жалко. Я как-то очень прочувствовалась. И, возможно, с того момента всё началось. Потом я стала подкармливать их хлебом, тем, чем нельзя. Варила какие-то крупы. Ну а что, интернета у нас не было. Родители тоже не знали, чем можно кормить, а чем нельзя. Негде было взять информацию. К сожалению, в школах об этом тоже не рассказывают. Почему-то мы помним со школы и мы, и наши родители, сколько пар ног у пауков или какие там круги кровообращения у каких-то животных. Это, конечно, хорошо для общего понимания, но элементарные вещи о ближайшем окружении, о птицах нам не рассказывают. Нам, я имею в виду, вообще никому в школах. Ну, может быть, есть, конечно, исключения, я не знаю. Но все, с кем я общалась, никому не рассказывали. Ну вот, и кормила я их хлебом, вареными крупами. Потом, когда появился интернет, я уже узнала, чем можно кормить, чем нельзя. И уже покупала в магазине перловку, гречку, горох, рис. Все это смешивала и кормила магазинной смесью. И потом, когда я начала ходить по дворам, интересоваться породистыми голубями, общаться с голубеводами, конечно, я уже стала узнавать еще больше о птицах. И были времена, когда я ничего не знала о их лечении. И, например, вижу птица какая-то не такая. Забираю домой, и она тут же умирала. И, конечно, я это тяжело переживала. Думала, я виновата или вообще что. Но сейчас я понимаю, что если я взяла птицу, и она прямо в этот же день умерла, то это не потому, что я там плохо ее кормила. Но про лечение я молчу, я не знала, как лечить. Это потом уже, когда я спасла одну голубку, вызвала ветеринара на дом. Он научил кормить через зонт, делать уколы. Ну, с тех пор я стала активно заниматься лечением. Еще наверняка у многих зрителей, возможно, новых зрителей, такой вопрос, что вот я занимаюсь чешскими почтовыми, значит, я такой же жестокий голубевод, как и многие. Нет, совсем не так. Я люблю абсолютно всех голубей. И чешских наших почтовых, и другие породы, и сезарей, дикарей. Если вижу птицу больную, забираю, лечу. Что из голубятни лечу, что сезарей лечу. Для меня все равны. То есть, жизнь я ценю одинаково, как у породистого голубя, так и у сезаря. И у меня к вам предложение. Я стараюсь отвечать на комментарии, но бывают такие вопросы, ответ на которые интересны многим. Поэтому я вам предлагаю вот что. Под этим видео напишите свои вопросы, что еще хотите узнать, я вам расскажу с радостью. И в одном из следующих видео я также отвечу на ваши вопросы. Ну, а сейчас предлагаю посмотреть голубей. И да, кстати, камера немного трясется, потому что тут вот эти озорники прыгают по полке и качают ее. Сейчас покажу. Тут просто очень узкая полочка. Гулечки. Любимые мои, хорошие. О, мухи летают. Скоро пироеды появятся у них. Кровососки появятся. Но ничего, есть специальные средства. Будем брызгать, обрабатывать. Не знаю, как вы, но я могу смотреть на них, наверное, вечно. Вообще, есть три вещи, на которые я могу смотреть вечно. И эти три вещи я любила всегда. Это небо, особенно восход, закат. Зимой падающий снег перед фонарями. Ну, вот красиво, да, светит фонарь, и падает снег. Искрится. И голуби. Когда я смотрю в их глаза, для меня открывается целая вселенная. Ну, вот так вот. Надеюсь, вам было интересно. На самом деле, в голубятне всегда интересно. Дома не очень интересно, потому что много уборки. Убираю, убираю, а результата мало. Потому что не успеешь убрать, опять загажено. Вот такие дела. Вот о чем я говорила. Утренние солнечные голуби так красиво освещены, только они убегают. Мне очень нравится, когда вот так солнце их освещает. И они такие яркие, красивые. Вот этот сейчас прыгнет. А вот эти какие красавцы. Ух ты, как красиво-то. Красотища какая. Ой, голубочки. Любимые. Почему они такие красивые? А это третий этаж. Тут только три голубя. Но остальные гуляют. Утро, солнце. Погода хорошая. Они летают. Они летают. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...